Сегодня я хочу говорить на тему «Обнови свое движение вперед». Евангелие от Иоанна, 5 глава. Второй. «Если в Иерусалиме у овечьих ворот купални, называемые по-еврейски «Вефезда», при которой было пять критих ходов, в них лежало великое множество болнищ, слепых, хромых, исокших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купалню и возмущал воду. А кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы не был одержим болезнью. И тут был человек, который находился в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего, узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему «Хочешь ли быть здоров?» Болной отвечал ему «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купалну, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Был же этот день субботный. Посему иудеи говорили исселенному «Сегодня суббота, не должно тебе брать постель». А он отвечал ему «Кто меня исселил?» Тот мне сказал «Возьми постель твою и ходи». Его спросили «Кто тот человек, который сказал тебе «Возьми постель твою и ходи?» «Исселенный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе». Удивительно, что 38 лет болеет, его исселили, и он не знает Иисуса даже. Не знал. Во-первых, это говорит о милости Божьей. Не обязательно стать профессором теологии, чтобы получить чудо от Бога. И даже вам скажу, не обязательно стать верующим, чтобы получить чудо от Бога. Но, получив чудо от Бога, лучше быть верующим, потому что ты потеряешь чудо. Одна женщина, хорошая женщина, Бог ее исселил от рака, когда она видела меня по телевизору. И я молился, она возлагала руку на телевизор, Бог ее исселил от рака. Поэтому она считала, что она внутренний круг пастора Генри, просто потому что она получила это чудо. Но она мужа притяшила, посадила впереди и подругу свою. Но подруга заснула на собрание. Абсолютно заснула. Притом без стида, без ничего отключилась. Ей так неудобно было за подругу. Она уже кричала, аминь, знаете, как чтобы отвлекать меня от подруги, чтобы я не видел, что она спит. И я начал молиться. И они начали вставать по одному, да. И встала также эта подруга, потому что все встают. Она не поняла, что происходит, к чему она просто встала, она неверующая. И я в это время говорю, проверайте себя, Бог вас исселил. Она проверила, у нее была опухоль. Она, я говорю, кто исселился? Она подняла руку. А вот эта подруга посмотрела и сказала, как это, пастор Генри, как такое могло? Она спала, она неверующая, она проповедь не слышала. И когда вы молились, она даже не понимала, о чем речь. Но когда она проверила себя, опухоль исчезла. Она же, чтобы исселиться, ей надо было слушать пастора Генри много раз. Три или пять раз возлагали друг на телевизор, на шестой раз получила чудо. А эта спала, и раз чудо. Главный вопрос вот такой. Человек лежит 38 лет. Но не так начался. Сначала, наверное, однажды он обнаружил, что он заболел. Библия не говорит, что он родился болным. Написано, он болел долго. Предположим, что он заболел в 10 лет или 15 лет, мы не знаем. Он услышал, что в Иерусалиме была купальня, называемая Вефезда. Что там раз в году приходит ангел, двигает воду, и кто прыгает первый, получит чудо. Мы не знаем, с какого он ее района. Не говорится, что он из Иерусалима. Быстрее всего, он откуда-то прибыл в Иерусалим. Для цели получить чудо исцеления, когда ангел придет, возмущает воду. И что мне нравится? Мне нравится тем, что этот человек, когда болезнь пришла, он с болезнью не согласился. Зачем он пошел в Иерусалим? Зачем он пошел в купальню Вефезда? Это потому, что он не согласен был, что он должен болеть на всю жизнь. Второе. У него было стремление. Он переехал с одного места в Иерусалим. У него было внутреннее движение к свободе. У него было внутреннее стремление. Заметите, эти два качества, это те качества, которые необходимы для того, чтобы человек постоянно двигался вперед. Первое. Я не согласен с тем, что у меня сейчас. В этом главная проблема. Они соглашаются с трагедией. Так должно было, значит. Так Бог угодно, значит. Так Бог решил, значит. Так, наверное, Бог планировал. Это одно из самых ужасных дьявольских обманов. Как только он может христианину сказать, это Бог. О, тогда все. Кто может бороться с Богом? Вот я слышал. Один человек, он покаялся. Ему было 43 года. Он не умел ни читать, ни писать. 43 года покаялся. Когда он покаялся, он подумал, я не умею читать. И одна бабушка сказала ему, это воля Божия о тебе. Так как ты есть, так и служи Богу дальше. И пять лет еще служил так. Значит, 48 лет было, когда он встретился с другим человеком, который ему сказал, стоп! Это не воля Божия. Как? Что ты безграмотный. И в 48 пошел в школу. Не обычную школу, а для взрослых. Закончил университет. Потом уже перед пенсией открыл бизнес, стал профессором в университете параллельно. И достиг столько много, что когда он умер в старости, заработал столько денег, что он оставил фонд на помощь не умеющих читать взрослых людей. Оказывается, упрямство иногда полезно. Скажи Амин. Между прочим, только упрямые люди достигают что-то существенное. А вот эти, которые, что сказали Ньюзия, а значит пошли домой. Они ничего в этой жизни не достигли. А вот те, которые сказали Ньюзия, а кто именно сказал? А как он выглядит? А где он? Ну туда Ньюзия. Но можно вопрос задам? Именно они обязательно с подписью выйдут до директора. И обязательно им откроется дверь. И обязательно они достигнут что-то. А этот парализованный, балной, он пришел к упалке. Потому что он слышал, что там есть решение. В седьмом стихе написано так. Балной отвечал, Господи, не имею человека, который опустил бы меня к упалке, когда возмутится вода. Когда я прихожу к другое, уже там был раньше меня. Этот человек 38 лет лежал там. Это то, что я называю, он приклеился к этому месту. Почему он пришел в Иерусалим? Он не согласен был с болезнью. Он не согласен быть инвалидом. Он не согласен был. Он хотел двигаться. У него было решение. Попаду в Иерусалим. Попаду туда. Я попаду в воду. Я буду на чеку. Я буду мало спать. У него были мысли, планы. Когда ангел придет, я прыгну раньше всех. И встану, и продолжу с жизнью. Он пришел. Провалился один раз. Провалился второй раз. Провалился третий раз. Аж он стал ветераном неудачи. Ветераном поражения. Это самое опасное состояние жизни. Он там сидит. Остановился. Он попытался. Я уверен, что были моменты, когда он даже уже не пытался. Остановился движение. Он пришел со стремлением. Стремление остановилось. Он пришел, желая быть здоровым. Наверное, это ушло. И неудача не означает, что ты неудачник. Если я заболел, я не болной человек. Скажи, да, аминь. Поэтому люди любят дать тебе имя, название, с целью пригвоздить тебя к твоему поражению, к твоему состоянию, чтобы ты оттуда не вышел. А этот человек, как будто доброволный вообще, 38 лет, сидит и уже нашел, наверное, самую удачную палатку там среди больных, инвалидов, которые ничего не достигают. Некоторые люди умирают в 21 год, их похоронят в 80 лет. Но все мечты умирают в 21 год. Все стремление, вся жизнь, все умирают в 21 год. Что бывает, когда человек находится в таком положении? Первое. Он находит других людей в таком же положении. И они начинают удачать друг друга. Если ты собран, ты встречаешься, ты постоянно в дружбе с людьми, имеющий такую же проблему, как ты, ты находишься в плохом сообществе. Они никогда не вдохновят тебя выйти из этого состояния. Я понимаю, что, да, возле них, знаете, анонимные алкоголиков, чтобы вместе выходить. Я согласен. Анонимные наркомании, или выходить, но когда вы встретились, на ваше собрание анонимников, выйди, беги на собрание открывающих церквей, открывающих кампании, создающие дела, скажи ли со мной аминь, воспитывающих детей. Вот пойди на такие встречи после анонимков. Потому что, если ты постоянно в компании, имеющих такую же проблему, как ты, ты скоро станешь чемпионом среди слепых. Второе. Есть такое понятие саможалости. Саможалости, самосожаление, это группа людей, которые друг к другу вдохновляют, что то, что у тебя есть, да, оно плохое, да, это Запорожье, но все равно же машина. В конце концов, ты едешь. Ой, да, молодец, спасибо за утешение. И получается, стимул на изменение у тебя никакое. Ты хотя бы молишься, да, раз в месяц, но это неплохо. Некоторые вообще в церкви никогда не молятся. И вот вы сидите, утешая друг друга без молитвенной жизни. Зона комфорта, то ли духовный комфорт, то ли любое, оно мешает выйти во что-то новое. Через 38 лет сидеть возле куполни становится комфортным. Не потому, что это комфортное место, но я привык. Дискомфорт поможет тебе состояться в жизни. Я вас не слышу. Саввул, да, куда ты идешь гнать христиан. Слушай, ты не хочешь быть апостолом? Он бы напрочь отказался. А как ему помогли? Большими дискомфортами. Встречается с Иисусом, молнии его ударяет, падает по земле, ослеп, слышал голос, в тревоге весь. Куда мне идти? В результате настоящий апостол. Если бы пришел к нему с объяснением, ну, Павел, ну, что ты делаешь? Не надо. Он апостолом никогда бы не стал. Ему надо было удара дискомфорта от Бога, который поможет ему состояться и выйти из привычного, где он умирает. На небе Павел будет одним из главных героев. Но если бы он шел дальше по комфортной пути, он был бы героем в аду. Пастор Генри, да, я живу в однокомнатной квартире с Питерью, с детьми, с папой и мамой, с дедушкой и бабушкой. Но я верю, что однажды, однажды, вы слышали такое слово однажды? Это дьяволский обман. Однажды не будет. Давайте представим, да, сгорело это однокомнатное. Почему? Потому что бабушка из них не видит до конца, не заметила, что она делает, там, короче, пожар. Слава Богу, всем чудом они вышли оттуда. И, и мебель, и все сгорело. и стоят на улице, и дом, квартира наша. Все. Я вам скажу честно, если какой-то жизни остался в этих людях, вернитесь через два года. Неудобства много будет два года. Придется звонки делать немало. Бабушка и дедушка туда, папа и мама туда, мы туда, пару детей туда. Возможно, пару лет неудобства будет. Но через два года вы их найдете в лучшей, большей квартире. Бог решает вопрос моего здоровья. Но тот же Бог с той же силой готов решать все остальные вопросы. Аминь. Этот же Бог с той же силой готов решать все остальные твои вопросы. Скажи, все решаются. Еще раз, все решаются. Шестой. Иисус увидел его, лежачего, и узнал, что он лежит уже долгое время. Говорит ему, хочешь ли быть здоров. Вы знаете, самое большое утешение, это, что Бог знает, в чем я мучаюсь так долго. вы когда-нибудь мучились в жизни? Вы знаете, есть такие мучения, которые неудобно другим рассказывать. Понимаете, но что меня радует Иисус? Ему не надо было газету прочитать, ему не надо было ничего ни от кого, посмотрел и узнав. Бог знает, какая у тебя проблема, с чем ты борешься, какие внутренние борения, какие слезы, какие трудности. Он в курсе, и не только в курсе с целью обвинять тебя, он в курсе и знает, как тебе помочь, как выводить, как поднять, как полностью все восстановить. Иисус узнав, это мне так нравится, и получается, он там лежит 38 лет, Иисус узнал, что он там лежит, и я бы думал, что Иисус придет и скажет, о, ты не можешь, от тебя ничего не зависит, дружочек, ты просто возьми постель свою и ходи, заметьте, что, когда Иисус узнал, Он не приказал сразу, возьми постель и ходи, потому что, оказывается, от человека зависит. Иисус задал вопрос, хочешь ли быть здоровым? Девушка мне одна говорит мне, пастор, я так хочу похудеть, у меня не получается. Я говорю, да, значит, не хочешь. Говорит, что вы, вы меня обвиняете? Я говорю, ты притворяешься, что хочешь похудеть. Это с собой я согласен. Но то, что ты хочешь, нет, а притворяться, делать вид, что было, о чем говорить с подругами, как я старалась, это да. А чего вы так говорите? Я говорю, если бы ты хотела, не заезжала бы в магазин купить хлеб в 8 часов вечера, который ты сел на пути домой и пришла домой и думала, ну ладно, я один кусок. Это 300 раз в году. Я прихожу к выводу, что худеть желание у тебя нет. Смотрите, хочешь ли быть здоров? Да. Хочешь ли, что твой бизнес поменялся? Да. Если ты скажешь, да, но уже 38 лет, нет у меня человека, никто мне не помогает, да-да-да-да-да. Это вы знаете, когда ты оправдаешь ограничения, ограничения останутся. Я всегда себе задаю вопрос, какой-нибудь пастор достиг? Да. Вопрос решен. И само видение, оно согласно Божьего плана, и кто-то уже это сделал, вопрос решен. Сделаем. Вы знаете, сколько людей могли бы делать больше, если бы они оставили свои механизмы? Бог не будет работать через твой механизм, Он хочет Божьим механизмом. Тебя благословит, ой, я мог бы, если бы, и ты начинаешь как Неман. А я думал, Бог придет, сделай так, сделай так, сделай так, по твоей схеме. Бог не работает по человеческим схемам. Убери твою схему и дай Богу возможность быть Богом. Хочешь ли быть здоров? Что ты сегодня желаешь? Бог тебя просит. Где ты хочешь обновления, где ты хочешь изменения, где ты хочешь оживления, назови, и сила Божия пойдет туда. И ангелы Божии начнут с тобой работать, начнут включаться в твоих делах. Это ты должен направить. Скажи да, амин. Я не сказал, что ты приказываешь Бога. Нет, мы Бога не приказываем. Но однако Иисус задал вопрос, чтобы было согласие человека. Господь, почему мы молимся? Мы просим. Господь, я прошу тебя. Если бы Бог автоматически решал вопросы, не надо было просить. Но Библия говорит, просите и дано будет вам. Что будет дано нам? То, что мы просили. Поэтому на твоем месте бы сегодня я бы просил, кроме физического исселения, я бы просил Господь, дети мои, там муж там пьет, там жена, Господь там в бизнес не получается. Ты можешь, сила Божия пойдет туда, куда ты направишь, куда ты попросишь. Иисус сказал, возьми постель свою и ходи. И человек тотчас выздоровел и встал и взял постель. Что мы видим из этого? Первое, Слово Божие живо. Скажите со мной, Слово Божие живо. Ключ обновления движения, вернись к слову. Первое, вернись к тем откровениям, которые Бог когда-то тебе говорил. В них движения есть, ты их забыл, следовательно, движение ушло. Вернись к тем обетованиям, к тем откровениям, обнови те места из Библии, которые были живы тебе. Если ты возьмешь Слово Божие, у тебя угасла жизнь, ты перестал жить, закройся где-нибудь, возьми Библию и начинай читать и размышлять над Словом Божиим. Как никак, Иоанн 8, 32 написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я могу возлагать руку на тебя, ты получил что-то, но ты не сохранишь, если нет истины Божьего Слова в твоем сердце. Когда Слово Божие идет, сила Божия всегда сопровождает Слово. И смотрите, Иисус говорит, встань и ходи. и сила Божия тут же поработал и человек в тот же момент выздоровел. Бог желает, чтобы ты согласился и ты вошел в действие. В чем ты попросишь Бога и на что ты согласился? Нужны действия. От тебя нужны действия. Открой новые горизонты. Начинай движение вперед. Обнови свое движение. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это поверение Иисуса Христа пастор Генри Мадава принял как личное поручение. Поэтому международное служение Христос для всех городов, президентом которого является пастор Генри, ежегодно проводит несколько масштабных служений в странах Азии, Африки и Европы. На каждом служении в любой стране мира Бог являет свою силу. Проведение таких служений, где тысячи людей отдают свою жизнь Иисусу Христу, становится возможным благодаря жертвенности партнеров миссии Христос для всех городов. Вы можете прямо сейчас стать частью этой команды, участвуя в Божьем деле своими финансами и молитвой. Для этого зайдите на сайт Церкви Победа или позвоните по телефону, который вы видите на вашем экране. И вы получите подробную информацию, как стать партнером международного служения Христос для всех городов. Мы верим, что наше партнерство принесет много плода в Царстве Божьем. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, Абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36